Я надеюсь, что в наше время всё-таки идёт смещение от однообразного панельного жилья в сторону всё-таки индивидуальных проектов. И при этом не очень важно, это монолитно-каркасные, либо это чебоксарская серия, или белорусская серия. Важно, наверное, только то, чтобы они были индивидуальными и по-настоящему комфортными, и имели бы значительный срок службы. Современные каркасные дома могут эксплуатироваться больше двухсот лет. Для сравнения, максимальный срок службы хрущёвок — 50 лет, панельного дома — 100. Разница значительная. При этом само возведение каркасных домов позволяет на небольшом пятачке земли построить здания в 40 этажей. Правда, российские нормативы пока разрешают строить только 30. Но в любом случае такая застройка позволяет эффективно использовать дорогие участки земли в черте города. Бурный рост строительной отрасли, наблюдавшийся в последние годы, выявил множество узких мест. Одним из самых сложных является согласование проектов. Этот мучительный, со скрежетом происходящий процесс согласования. Строительная индустрия растёт, есть полное ощущение, что экспертиза просто не успевает за нами. И уровень проектирования очень сильно вырос за это время. То есть наши проектировщики всё время учатся чему-то, всё время какие-то новые, лучшие решения перетягивают. И при старых подходах это, конечно, очень тяжело всё проходит согласование, потому что это всё непривычно, потому что это всё впервые. Продолжение следует...